приветствую вас дорогие друзья второй урок субботней школы знамение божественности разбираем по евангелию от иоанна сегодня личности иисуса христа божественность его кем он был просто человеком учителем пророком или богом богом во плоти божьим сыном подписывайтесь на наш канал напишите несколько слов комментариях хотя бы 5 это поможет распространить данное видео евангелие от иоанна 11 глава 25 26 текст наш памятный иисус сказал ей я есть воскресенье и жизнь верующий в меня если и умрет а живет и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек веришь ли сему будем молиться господи прикасаясь к очень важной теме божественности твоей дай нам углубиться в этот урок и понять действительно в чем была твоя божественность благослови нас ведущих наших зрителей во имя твое аминь аминь наш урок называется знамение божественности вот что такое знамение это какой-то знак который человек воспринимает как ответ или как указание свыше что-то особенное сверхъестественное что человек воспринимает это больше может быть небесный знак жизни какая-то ситуация ответ какое-то обстоятельство как человек воспринимает данные определенные вещи ситуации или что он видит как знак ответ от бога 6 глава иоанна с 5 по 14 текст очень интересная история о насыщении пяти тысяч вот здесь знамение божественности проявилась и как прошло вообще вот этот насыщение но представь это была ситуация если мы представим пять тысяч людей кроме женщин и детей и есть нечего и христос говорит филиппу как можно было бы их покормить он говорит ты что учитель да им надо столько денег чтобы их накормить он говорит а сколько есть узнаете ну там пять хлебов две рыбки даже денег нет просто продукты и даже денег нету и он говорит этого достаточно и когда он взял хлеб поблагодарил преломил она начала умножаться ученики брали с корзины каждому и она умножалась ну как это может не показать что он бог который умножает в его руках не заканчивается хлеб он просто растет или ну как то сказать умножается а в чем здесь знамение для людей важно было посмотрев на это чудо сказать это не может быть это не просто не просто человек это чудо божие это бог с ними здесь есть несколько таких важных моментов которые я вам показал во первых это было перед пасхой а христос будет потом потом заклан на пасху потом они сели где пустынная местность это напоминала израиль который вышел из пустыни в общем все указывало тот опыт когда израиль вышел из египта с моисеем и бог давал им а ну а тут христос вывел свой народ и накормил и долучение на гору там моисей зашел получил божьи заповеди а христос дает им эти заповеди только уже в нагорной проповеди объясняя вот в этих аналогиях было много знаков для израильского народа что это мессия давайте 14 15 текст 6 главы прочитаем тогда люди видевшие чудо сотворено иисусом сказали это истина тот пророк которому должен прийти иисус же узнал что хотят прийти нечаянно взять его нечаянно и сделать царем опять удалился на гору один какая реакция людей было на это чудо давал они сказали это это супер нас бы кормить это пророк это то есть они ждут его что он будет их поддерживать будет их кормить все будет отлично то есть таким вождем лидером не война не голод ничего не страшно именно что здесь они не называют его богом а просто пророком пророками горят пусть будет царем они хотели его воцелить то есть они хотели чтобы в этой жизни им было легче и было хорошо с ним почему реакция иисуса полностью противоположная христос удалился ушел один отпустил учеников пошел молиться он видит что люди в плотских своих намерениях не видят они они сосредоточены были на еде они потом на следующий день будет его искать будут то есть их желание было кушать получать материально и радоваться бесплатно а их бесплатно его желание было веру укрепить мы не видим чтобы их вера чтобы молитвенная жизнь то есть конечно на кого на кого-то это оказало влияние но вот об этом и христос молится даже ученики были ослеплены материальным вот этим и потом у них была гордыня там всякие споры почему он не позволил их его воцелить ну проблемы были с этим спасибо очень знаменательно 9 глава евангелия до нас 1 по 16 текст один из отрывков который мы рассмотрим что иисус сказал о причине болезни если порожденного человека и почему вообще бытовало вот такая ну как бы предосудительность то что люди рождались какой-то инвалидностью и сразу это было проклятием от бога или грехом каким-то там непрощенным наш урок делится на три знамения первое мы прошли это чудо с хлебом сейчас посмотрим на второе потом третье будет связанная с воскрешением лазаря второе слепорожденный 9 глава иван или от иоанна люди думали раз родился больным или раз болезнь или горе грех значит ты виноват кто-то виноват на решили и так далее вот это было у людей такое предосуждение вот они думали что причина в этом а христос видя его и когда услышал вопрос учеников кто согрешил он или родители что родился слепым то есть было тогда толкование такое что он мог еще во чреве матери согрешить самое интересное окружались его не святые люди а такие же точно самые грешные и у них куча своих проблем было но когда мы видим другого с большими проблемами думаем что он хуже грешник чем я это проблема наша нашей плотской натуры нашей гордыни не веря но христос конечном итоге говорит послушайте не вообще никто не виноват они сказали он или родители они мы как бы богу ставим вот такие или то или то он говорит слушайте меня не ставьте в рамки вообще в жизни бога нельзя ставить рамки боже ты либо так поведи либо так дай мне твой ответ надо сказать боже я вижу вот так или вот так а может быть ты видишь много путей и поэтому христос говорит не так не так вообще это никто не виноват он это все для славы божией я я до сих пор задумаюсь над ответом христа настолько он мудро правильно ответил как эта беда болезнь страдания для славы божией то есть это непростой ответ христа непростой ответ то есть он сказал что причина болезни слепорожденного не было в его или родительских грехах но христос в этой истории не представился кто он почему впоследствии он искал встречи лично с этим исцеленным человеком он не представился этому слепорожденному да то есть представьте себе ситуацию сидит слепорожденный проходят мимо люди и о нем и он слышит кто виноват он или родители его могло уже это ранить он же не был молодым человеком принципе постоянно это слышал это не новшество было для него родители потом скажут что он уже в совершенных летах то есть этот человек не был молодым уже человек за 30 ему уже было да и он постоянно слышал чтобы менять его или родители а при чем тут родители если родители они что же сколько настрадались вот они уже могли быть пожилыми уже но столько всего могло бы быть в их жизни но сын мог бы помогать а так он не помогает они тоже страдают а все клеймо клеймо на нем или на родителей и тут он впервые слышит не он не родители вообще такого никто не слышал ответа и это его заставило задуматься тот кто проходит значит рядом иисус не представился но его ответ он уже его привлёк он уже защитил и его христос этим ответом и его родители маму с папой ему стало это приятно и поэтому когда христос потом ему говорит встретились не не до до встречи потом когда христос плюет делает грязь из этого он плюнул на землю делать грязь помазал глаза и говорит иди умойся в купальне силам тот пошел умылся пришел зрячий а христа уже нету почему не дождался его христос не дождался потому и была нужна эта вторая встреча христос не представился а у него вера растет он услышал что христос его защитил потом когда он возвращается послушавшись он смиренно мне бы сейчас кто-нибудь плюнул и намазал этой грязью глаза я не знаю чтобы я ему сказал и тем более послушался бы в нашей культуре это вообще неприемлемо но он и послушался и ничего плохого не сказал и потом прозрел какая у него смиренная натура и вера и поэтому у него вера растет и христос чтобы представиться ему не просто по имени вот так мы говорим представиться вот я себя сказал представься типа сказал у меня зовут да имя оба говорим или просто имя а христос хотел ему представиться по качеством характера по божественной сущности и поэтому когда потом он его встречает уже прозревшего он знает что он его защитил что он сказал причину для славы божия потом исцелил и он его встречает и говорит, слушай, ты веришь в Сына Божия? Он начинает представляться через вопрос. Он говорит, а кто он такой? Он говорит, ты видел и разговариваешь с ним. Как бы он с тобою рядом. И тогда он понимает, кто он такой. И он падает, написано, и поклоняется и говорит, верую, Господи, и поклонился ему. 38-й текст, давайте прочитаем. Да, верую, Господи, и поклонился ему. Вот его ответ, реакция. Он принял, что Христос представился не просто я Иисус из Назарета, я Иисус сын Давидов, а когда он говорит верую, Господи, его вера поднялась до уровня божественного происхождения Христа. Получается, здесь встретился Бог и его исцеленный ребенок. Да. Ну, как бы дитя Божье. Да. И он принял, что Христос это Божий Сын. Когда Христос анализирует потом эту ситуацию с книжниками, фарисеями, со всеми, Христос говорит потом, что об этом слепом, что он увидел. Редко, когда Христос, это же Христос говорит о духовном, о том, что он прозрел не только физически, а он прозрел духовно. Редко, когда Христос говорит о ком-то, что теперь ты видишь. А этого слепорожденного действительно вера проснулась, и он увидел и поверил. Ну, это очень масштабное зрелище было, очень много было свидетелей этого исцеления. Но вот здесь на сцену выступают фарисеи. Да. И начинает, 41-й текст, обвинять Иисуса, то, что он исцелил его именно в субботу. Вот почему они цепляются за субботу, но не обращают внимания на вот чудо, которое произошло. 41-й говорит, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но, как вы говорите, что видите, грех остается на вас. То есть, в данном... Тут о зрении у слепого, и он о зрении фарисеям говорит. Фарисеи спорились с Иисусом об этом исцелении, потому что потом сказано, что это было в субботу, и Христос как бы по их понятиям нарушил субботу. Хотя ничего, то, что он сделал, брение, помазал, исцелил, ничего здесь не было нарушений, что он пошел умылся. Но в данном случае они понимали, что Христос такие вещи делает, претендуя на авторитет Бога. Но они не поверили, они там что-то... То есть, вопрос, что им мешает? Да, что им мешает принять... Как бы, они воочию видят чудеса, потому что они понимают мозгом, что обычный человек этого не может сделать. Это или Мессия, или действительно Сын Божий. тем более, они читали пророчества, они знали, что в это время должен прийти Мессия. В принципе, я думаю, что подсознательно они понимали, кто он, и для чего он пришел, но не могли это принять в общественном понимании. Да, не хотели. Правильно сказать, не могли. Если порожденный смог принять, он тоже еврей, и падает, и кланяется. А они видят еще больше. Он же одно чудо увидел, слепорожденный. А они-то следили за Христом много раз, что они не знали, что он накормил пять тысяч, что они не знали, что там было множество чудес у него, Кана Галилейская, в Иерусалиме, в Галилее. Да, множество чудес. Ирод, и Пилат, и те знали. Не хотели. Христос говорит, но как вы говорите, что вы видите. Вот в этих словах корень, почему они, что им мешало принять Христа как божественную личность, Мессию, как вы говорите, что видите. Вот это гордыня. Мы, глаза Израиля, мы свет, мы учителя, мы лидеры, мы ведем народ. Христос сказал, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. То есть, вот это и проблема, что их гордыня ослепляла. Она им не давала. Гордыня рождает зависть, когда кто-то лучше делает, когда кто-то сильнее. В них зародилась зависть, как у дьявола. Они решили его убить, чтобы убрать со своего места, потому что люди шли за ним. То есть, как вы говорите, что вы видите. То есть, они перечисляли свои достоинства, они думали, мы, 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 я, я. А Бог с гордыми. Не может найти общий язык. Они противятся. Гордыня, она выступает против Бога. Вот поэтому и произошла вражда. Знамение божественности. Где вот в этом отрывке с девятой главы со слепорожденным? Ну, во-первых, что написано, что никогда, это уже этот, сам слепорожденный им говорит, они говорят, знай, что это не от Бога. Он грешник. Мы узнали. Он говорит, как грешник? Кто открывал глаза слепорожденному? Он говорит, если я родился слепым, я ж не заболел. Потом, Христос читает сердца. Христос видит ситуацию. Христос сам ему говорит. Вот немногим людям Христос подходил и говорил, ты веруешь ли в Сына Божия? Христос иногда просто спрашивал, веруешь ли? А тут даже догадываться не нужно о божественности, потому что он говорит, Сын Божий. Что тогда люди воспринимали за словами Сын Божий? Бог. Божий Сын – это Бог. Поэтому и исцеление, которое совершил Иисус удивительным образом, и слова Христа, как он представился, и поклонение, которое Христос принял. Он же не поднял его. Он принял, тут поклонился верою Господи и поклонился. И Христос говорит, видите, он прозрел. Спасибо. Третий отрывок – это одиннадцатая глава Евангелия Теана и четвертый текст. Давайте прочитаем. Когда заболел Лазарь, ему послали сказать, что заболел. И написано, Иисус услышал, то сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей да прославится через нее Сын Божий. Для какой цели Иисус задержался и не пришел вовремя, когда Лазарь еще болел? Для славы Божьей. Вот здесь так и написано. Для прославится через нее Сын Божий. Но человеческим умом это трудно понять. Это Бог знает. А мы, как люди, когда кто-то умирает, и была ли возможность, если исцелиться, то мы хватаемся за любые возможности. Как бы здесь... Так вот, Иисус для того и задержался, чтобы он умер. Ну, это как-то крамульно. Я понимаю. Но он задержал. Понимаете, если бы он пришел раньше, Лазарь бы не умер. Ну, он бы исцелился. Он бы пришел, его исцелил. А Христос задержался, чтобы он умер. То есть, он мог и на расстоянии его исцелить, но он хочет явить чудо в самых отчаянных обстоятельствах. Вот иногда мы говорим, Господи, только не допусти этого. А Бог говорит, я наоборот хочу допустить, чтобы ты увидел меня и прославил потом. Поэтому никогда нельзя у Бога требовать, хочу это, хочу это, ой, Господи, я этого очень не хочу. Бог говорит, доверяй мне, доверься, я сделаю самое лучшее, что я хочу и что тебе послужит на самую большую пользу. Тоже было очень зрелищным воскресенье, были свидетели. Вот здесь 38-44 текст. Где здесь проявилась божественность? Читаем 38-44. Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он, Иисус, возвал громким голосом, Лазарь, иди вон, выходи. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите, и пусть идет. Итак, где мы видим здесь божественность? А кто из людей мог вот так сказать слово? Ну, не то, что сказать, а слово воскресило. Да, было такое, что люди просили о воскресении Бога. Елисей, Илья, они просили за этих младенцев, за мальчиков, за детей. Но Христос этой женщине, Марии, Марфе, он сказал несколько раз в разных ситуациях. Первое, что он говорил, я воскресение и жизнь. Потом он говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божию. Верующий в меня, если умрет, оживет. То есть, вот здесь о божественности Христа Иоанн подчеркивает, не просто описал чудо, а он в диалоге написал. Он опять начинает с Сына Божьего, что это для славы Сына Божия, Христос говорит. Потом он в диалогах говорит, что будешь веровать, воскресни, доверяя мне, ты имеешь жизнь вечную. Где, кто, если бы Христос был простой личностью, но никто, не пророк, никто не говорит, веруя в меня, будете иметь жизнь вечную. Только веруя в Бога, в Бога можно иметь жизнь вечную. И потом слово к Лазарю. Лазарь, иди вон. То есть, он обращается к мертвому и имеет силу поднять его. Разве это не Бог? Свидетелями были фарисеи. Как это повлияло на иудейских лидеров, то, что они видели и знали, что он уже пролежал в могиле Лазарь четыре дня? Фарисеи. Фарисеи знать было, это было близко к Иерусалиму, у Лазаря, Марфы, Марии много было друзей оттуда. Есть один интересный текст. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники сказали, что делать, это человек много чудес, если оставим, все уверуют и тогда Каяфа говорит, вы ничего не знаете, убить его. Почему даже у фарисеев такое разное мнение о Христе? Малое количество из них поверило, а большинство отвергло и сказали, не захотели, убить. Почему у них такая реакция? Мы уже говорили, почему такая реакция? Не хотят поверить. Гордыня. Потом уже кажется знамение, мы уже третье знамение смотрим. Если человек ожесточается в одном, потом в другом, потом в третьем, Бог может дать много знамений, но это опасный путь. Человек привыкает отвергать, человек привыкает сомневаться. Можно где-то упасть, может быть в этом не так, можно в этом, но надо иметь все-таки сердце, склонное к вере. А у них не было склонности и желания поверить, у них была склонность отвергнуть. И даже когда сам Иисус потом воскреснет, они заплатят, чтобы обманывали и не поверят. Почему чудеса не убеждают людей в божественности Христа? Потому что здесь вообще в Иоангелии Атеана написано много чудес и таких, которых просто умом не объяснить и физикой обычной. Может быть правильно сказать, почему чудеса не убеждают всех людей. Поверить в Христа. Поверить всех людей. Но кого-то убеждают чудеса. Написано, некоторые уверовали, тогда многие пришедших видевших уверовали. чудеса ну мы как бы смотрим, что большинство все-таки не приняло. Ну да, хотя они видели чудеса. Получается, чудеса не убеждают людей веровать в Бога. Чудеса не убеждают всех людей. Кто-то видит и склоняется, а кто-то видит и не склоняется. То есть чудо это что-то внешнее, что происходит. Вот мы говорили знамения божественности, это какие-то знаки, какие-то ситуации, которые человек может расценить, что это от Бога. Но Христос сказал, никто не приходит, не придет ко мне, если не привлечет его отец. Поэтому если человек склонен слушать голос Бога, вот он открывается, вот вера это внутреннее согласие на то, что говорит Бог. Вера, она, вот человек если по жизни склонен идти правильным путем, делает выбор в сторону добра, в сторону Бога, он, скорее всего, увидев эти знамения, откликнется на них. Но если человек склонен в самых обычных вещах, когда Дух Святой ему что-то говорит внутри, ожесточается, грубит, в грехах умножает грехи, скорее всего, что это чудо, оно не тронет его, он привык ожесточаться, может быть, что-то произойдет, от выбора человека зависит, захочет, не захочет. Но мы развиваем в себе дорожку либо покоряться и веровать, либо не покоряться и грешить. Сегодня в современном христианстве можно ли увидеть знамение Божие? Очень много. Современная жизнь христиан, она полна чудес, наша жизнь полна чудес. Даже последнее чудо, которое связано с нашей мамой, как вовремя Бог взял ее, и у тебя было настоятельное желание, чтобы она выехала, выехала. Я очень настойчиво просила ее. Ты просила, ты говорила. Бог подготовил ей другое жилье, другое место. И вот, когда уже окончательно она приехала, когда окончательно устроилась, даже работу Бог нашел, туда прилетает авиабомба. Кто, как на это теперь посмотрит? Кто-то скажет, ну, повезло, ну, случайно, ну, это война, жизнь, беда. А увидим ли мы, что в этом была рука Божия, знак от Бога, знамение, я вас люблю, дети мои, не переживайте, все будет хорошо, я сберегаю вашу жизнь, я вывожу, готовлю другой путь, не привязывайтесь к этому земному. Ты видишь в этом Божью заботу? Я вижу. И как хорошо, когда вот ты говоришь, если в современном христианском мире, если в нашей жизни знамение, их полна вся земля, милости Божия полна земля, жизнь наша полна. Мы можем каждый день писать дневник и видеть руку Божию, потому что Бог не молчит, Бог не умер, Он в нашей жизни что-то делает, просто надо открыть глаза и сердцем быть внимательным и благодарить. Аминь. Поблагодарим Бога за этот урок и за те знамения, которые в нашей жизни происходят. Напишите, какие знамения вас убеждают в вашей вере, в вашем пути следования за Христом. Господи, мы так благодарны Тебе за этот новый урок и за те знамения, которые Ты тогда открывал и в нашей жизни Ты открываешь и показываешь, Господи, как Ты любишь, как Ты заботишься о нас, как ведешь милостью Своею, охраняя нас. О, Господи, благодарны за все чудеса, которыми наполнена наша жизнь, жизнь наших детей, жизнь церкви, жизнь всех верующих Тебе. Благослови нас, видя это, доверяя Тебе, пройти этот жизненный путь и склониться в вечности, прославить и благодарить всю вечность за Твою великую любовь, огромную жертву за нас, чтобы нас спасти. Во имя Христа. Аминь. Аминь. Пишите свои благодарности, молитвные просьбы, мы всегда вспоминаем в молитвах о том, о чем вы просите нас молиться. Пишите свои знамения и чудеса, которые вы видите в вашей жизни. Да благословит всех Господь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok